так сегодня будем собирать вот такой вайфай градусник который показывает как температуру предмета так и температуру окружающей среды раз не будет у нас на на основе датчика девай 906 вот он и lcd монитора самого дешевого 1602 как он работает включается от юсб показывать температуру типа нашу руку соответственно чем ближе подносишь предмет датчику дем точнее определяет он температуру преимущество данного датчика в том что он определяет температуру моментально в отличие от других тип датчиков температуры вот как это выглядит с другой стороны в качестве микроконтроллера используется видите cloud и спать 1202 вот он и соответственно сам мониторчик с переходником позволяющим подсоединять всего лишь по четырем проводам по интерфейсу айту си вот они подключены сдая искал соответственно сам датчик также подключается канал так как у нас вай фай градусник ну или пирометр как его по-научному называет он соответственно при подключении к точке доступа передает кроме температуры также свой ip адрес чтобы легко было можно было найти перейдя по ip адресу который указан на датчике можно наблюдать уже знакомую прошивку этом вай файл точка ком так датчик показывает у нас температура объекта и температуру окружающей среды для того чтобы посмотреть актуальную температуру можно либо подождать обновление страницы либо обновить самостоятельно температура поменялась посмотрим подключение и так в прошивке включен датчик mlx 9614 это аналог дива и 906 частота обновления одну секунду каждую секунду он выдает информацию на айту си также подключить подключены подключен монитор lcd 1602 по остальным настройкам посмотрим подключение дисплея так используется дисплей lcd 1602 и указан указывается его айту си адрес как правилам одинаков для лсиде включена подсветка этого монитора и исключен логотип эти линии которые здесь указаны они определяют строки на lcd мониторе для этого понадобится так называемый конструктор строк в первой линии указана выдача по линии один по второй линии соответственно указан ip адрес далее в настройках нас интересует дизайнер линий дизайнер или не можно выбрать те показатели которые передаются на lcd монитор соответственно вот этот формат который здесь указан он выдает вот такой вид на конструкторе на lcd мониторе ответственно gp у нас не задействованы то есть здесь какие-то изменения в прошивку носить не нужно и я основной раздел где указывается имя соответственно от ваша точка доступа но также можно указать временной пояс также немаловажным немаловажным является пункт айту си сканер с помощью этого сканера можно найти устройство подключенные на шину айту си в моем случае это lcd монитор расположены по адресу 0 3 в которой я внес и 0 5 а это у меня сам датчик это его адрес и так соберем прошивку для нашего контроллера для этого заходим на сайт вайфа его точка ком регистрируемся на нем заходим под свою учетную записью выбираем раздел есть по 8266 и выставляем галочки как вам показано у меня монитор на экране соответственно среди сенсор выбираем mlx 90 614 он выделен красным и изначально без покупки прошивки доступен не будет потому что как бы позиции выделены красном они по они платные выбираем пункт это клиент мажор дома и другие соответственно можно поставить email уведомления среди системных выбираем время чтобы можно было выставить айту си сканер чтоб можно было найти свой по адресу lcd монитор и датчик веб кей gpu можно выбрать обновление от аута аута настройки по умолчанию они позволяют указать ip адрес и пароль от точки доступа чтобы его сдать автоматически подключался соответственно выбираем конструктор строк он нужен для того чтобы выбрать те строки которые будут выводиться на lcd монитор и выбираем соответственно lcd монитор нажимаем скомпилировать что представляет из себя микроконтроллер которую мы будем использовать называется он видите клауд выглядит вот так как бутерброд соответственно состоит у нас двух частей это платформа на которую сверху сажается в сам и сп 8266 соответственно есть два выхода и сби мини на платформе и на самом модуле при прошивке модуль должен быть в собранном состоянии в качестве бутерброда и юсб кабель должен подключаться к самой платформе для заливки прошивки которую мы собрали нам понадобится келита который называется flash download tools при запуске она выдает соответственно вот такое окно выбираем прошивку нажав на многоточие нажимаем открыть затем мы выставляем те параметры которые понадобятся для нашего модуля как правило они выставляются автоматически то есть режим dio размер должен быть 32 после этого можно нажимать на старт после старта в консоли побежит прогресс прошивки